Дети, здравствуйте! Вы меня видите и слышите, да? Здравствуйте ещё раз! Так, сегодня мы с вами напишем словарный диктант. Это будет во второй половине урока, минут на 12. Так, а в первой половине урока мы устно повторим те темы, которые мы с вами прошли на прошлых уроках. Значит, на прошлых уроках мы говорили о приставках, правописание которых нужно запомнить. Вы меня слышите? Здравствуй, Кульдана! Так, две строчки отступили. Запишите, пожалуйста. Сегодня 30 сентября. Классная работа. И не пропуская строчку, запишите сразу, подготовьтесь. Словарный диктант. Во второй половине урока мы запишем диктант словарный. Там как раз будут слова по нашей теме. Вам нужно будет вставить пропущенные буквы в приставках, в корнях. Так, записываем. Так, словарный диктант записали, да? Так, тему не надо. Значит, мы сегодня повторим правописание гласных и согласных приставках. Так, ну вот, расширим знания о приставках, закрепим навык правописания гласных. И согласных приставках. Научимся распознавать приставки и предлоги. Выполним, успеем выполнить уст на упражнение 56-е. Так, запишите домашнее задание 55-е. Плохо слышно? Так, и задания в Я-классе будут, да? Так, 55-е записали. Так, вот, пожалуйста, как мы сказали, мы должны распознавать в текстах приставки, да, в словах. Так, пожалуйста, найдите мне слова. Не надо писать, Егор, не надо писать. Мы запишем сегодня словарный диктант. Все те задания, которые я вам предложу в первой половине урока, мы сделаем устно. Так, пожалуйста, отвечайте. Найдите слова. Покатить. Правильно. Еще. Подумать. Правильно. Так. Егор, Натажи. Подержать на зиму. Правильно. Еще. Так, правильно. Так. Поверх. Правильно, Егор. Правильно. Потеплеть. Правильно. Подержать Натажи. Правильно. Все, да? И вот подумать. Подумать кто-нибудь. Да, Егор, подумать. Так, в этих словах есть приставки. А в остальных словах? Покатить, Мирель. Правильно. Приставка ПО. Правильно, Егор. Так, в словах ПОГОН, ПОРОЖЕК. Что это? ПО. Покой. Является. Не надо писать достану. Не надо. Являясь. Правильно, Руслан. Частью корня является. Так, вот теперь, значит, мы умеем распознавать приставки в словах, да? И так все, идем дальше. Так, у нас мало времени, поэтому... Так, вот такое упражнение я вам предлагаю. Так, такой вид работы мы с вами уже выполняли, да? Так, вот в первой строчке найдите, пожалуйста, лишнее слово. Не надо писать на зима. Так, найдите лишнее слово. Добрый, правильно, на зима. Обоснуй свой ответ. Почему это лишнее? Добрый, правильно, Руслан. Правильно. Так, потому что до часть корня. Правильно, Руслан? А в словах «добежать» и «доехать» это до приставки. Правильно, Нартажи. В слове «добрый» нету приставки. Так, вторая строчка. Так, правильно, Руслан? Так, вторая строчка. Находим лишнее. Не надо писать, Амирхан. Полоска. Полоска, правильно. Полоска – лишнее слово. Так, почему Арсин? Почему Акзам? Полоска – лишнее слово. По. Что это? Полоска – это часть корня, да? По. А в словах «подъезд» – «поднять» – правильно Акзам. Там нет приставки. Хорошо. И последнюю строчку. Последнюю строчку. Да, Арсин, правильно, части корня. Так, в третьей строчке что лишнее? Предмет. Предмет. Правильно, Арсин. Акзам. Правильно, предмет, потому что тоже «пред» является частью корня. Правильно, Айки? Арсин, правильно написали. О словах «представить» – «предгорье». Так. Вот слово «представить» тоже пишем буквой «д», да? Хотя там есть глухая согласная «с». А в «предгорье» там «г» у нас звонкая. Пишем «д». Значит, помните, мы правописание приставок, правописание согласных проходили? Так. Всё, идём дальше. Так. А теперь вот в этих четверостишах, наверняка, просмотрите, пожалуйста. Вы уже поняли, что это загадки. Нужно ещё отгадки сказать, отгадать нужно. И в этом тексте не надо писать, Амирхан, не надо. Так. Давайте прочитаем первое. «Летит без крыльев и поёт, Прохожих задирает, Одним проходу не даёт, Других он подгоняет». Давайте найдём слова с приставками. «Ветер», правильно, Егор. Это «ветер». Это «ветер», правильно, отгадку ты уже сказал. А вот слова с приставками пишите. «Ветер», ты, Най, правильно, молодцы. Так, давайте разбираем. В каких проходу, правильно, Акзам, ещё? Есть ещё? Так. «Задирает», ещё? «Прохожий», правильно, Акзам. Так. Да, да, Акзам исправил. Так. И ещё одно слово есть. Ещё. «Подгоняет», Егор, правильно, Натажи, правильно, «подгоняет». Посмотрите правописание этих приставок. Так. Следующую загадку. «По морю идёт, до берега дойдёт, тут и пропадает». Правильно, Акзам. Так. Дальше вторая. «Волна», правильно, отгадку сказали, Арсен. Это «волна». Так. В этом... Так, находим слова с приставками. «Дойдёт», правильно, Акзам. Ещё? Пропадёт, Натажи, правильно, всё, да? Нашли. Так, следующая загадка. «Растёт в траве Алёнка, в красной рубашонке. Кто не пройдёт, всяк поклон отдаёт». А не тянутые глазки? Так. «Осень». «Пройдёт». «Пройдёт». «Земляника», правильно, Егор? Это «земляника». Это ягода такая, да? Ягода такая. «Земляника растёт в траве Алёнка, в красной рубашонке. Кто не пройдёт, всяк поклон отдаёт». Так, Максим, правильно, «земляника». Так, давайте ищем слова с приставками. «Пройдёт», Натажи, правильно, «отдаёт». Ещё есть. Айки, правильно, отгадка. «Пройдёт поклон». «Поклон», Егор, правильно. Так, вот нашли мы слова с приставками, да, Натажи. Слово «поклон», «отдаёт», Акзам, правильно. И «пройдёт», да? «Отдаёт всё». Больше нету. Так, дальше идём. Так, давайте быстренько выполним. У нас есть время ещё. Так, упражнение 56-е. 56-е, откройте, пожалуйста. Страница 44-я учебника. Быстренько мы сейчас минуты 3 рассмотрим это упражнение. Так вот, смотрите, первые два слова. «Плыть под водой» и «подводник». «Плыть под водой». Как мы напишем «под водой»? Не надо писать, Алим, не надо. «Плыть под водой». Запишем, правильно, Ленара, раздельно. «Под водой». Это предлог, правильно. Значит, «под чем», да? Мы можем задать от предлога вопрос. Как нужно писать приставки? Как отличить приставку от предлога? А в слове «подводник» «под» вот является чем? Не надо писать. Вы можете мне писать, отвечать. Правильно, Альзам, слитно, потому что это приставка. Дальше. «Спуск под землю». Как мы напишем «под землю»? «Под землю»? Раздельно, да? Потому что это предлог. А «подземный переход», «подземный» как напишем? Правильно, так, «под землю», «Ленара», «молодец», раздельно. Потому что с предлогом слова. А «подземный переход», «вместе», «натажем», «молодец». Так, «период жизни до школы». «До школы» напишем раздельно, потому что «до» это предлог, да? «До чего?» Можем задать вопрос. И «дошкольник», «дошкольник» напишем, как напишем слово «дошкольник», слитно, да? Так, ну вот, «встретился по дороге» по раздельно, предлог, да? И «подорожник» запишем слитно, потому что это приставка. Ну и все, значит, нам нужно знать, отличать приставку от предлога. Значит, от предлога можно задать вопрос, да? Все, достаточно, да. Так, все, приготовились писать словарный диктант. После словарного диктанта строчку не надо, не надо пропускать. Так, я вот хочу вам просто предложить, посмотрите, пожалуйста, минутку, посмотрите, как пишутся приставки, когда нужно писать «при» и когда «pre». Вы это уже проходили? Я еще раз покажу, потому что у вас в диктанте будут встречаться слова на эту орфограмму. Так, вот посмотрите, пожалуйста, вспомните, когда надо писать приставку «при», а когда надо писать приставку «при». Так, посмотрите, «при» это приближение, прибавление, присоединение, да? А «при» пишем, когда можно заменить приставкой «пери» или со значением «очень», да? Все, готовы? Готовы. Так, строчку не пропускаем, с красной строки, с красной строки начинаем писать. Так, я диктовать не буду, так, все, прям в тетрадках, в тетрадках пишите, не для контрольных, а в рабочих, обычных тетрадках. Так, значит, с красной строки, значит, вставляете пропущенные буквы и переписываете через запятую. Все, начали работать. Так, все, где скобки, убираете скобки, нужно раскрыть скобки. Так, эти орфограммы мы проходили, поэтому вам будет не совсем сложно правильно вставить пропущенные буквы. Да, писать, бойсан, писать. Мы ничего не писали, вот теперь пишите. Словарный диктант записали в начале, и не пропуская строчку с красной строки, да, это словарный диктант. Данная зима, правильно, только не одна «эс». Нет, Ленара, неправильно. Бесспорный. Приставка, вот одно слово подскажу. «Эс» у нас глухая. Нет, пишем «эс», потому что глухая «эс». У нас есть приставка и без, и без. Да, Руслан, правильно, молодец. Вот так нужно писать. Все пишем сами. Закончится урок. Сфотографируйте и отошлите своим учителям. Третье слово «сестрицын». «Сестрицын». «Сестрицын» – платок, например, да? Все пишем. У вас осталось... 10 минут. Да, Медина, да, именно так надо писать. ились времена. 30 минут. Третье слово «сerstрицын»» – Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, Назима, правильно. Всё, не пишите мне, сами пишите в своих тетрадках. Да, Ленара, правильно. Всё, не надо писать мне. В тетрадках пишем. В тетрадках пишем. В тетрадках пишем. В тетрадках пишем. седьмое слово прихвастнуть я же вам показывала приставки при при когда нужно писать мне таскар это неправильно это слово только букву ты неправильно написал да правильно дыме от этого слова от слова хвостливый исхака 13 ну там или глухую или звонкую пишешь дали народа да разжать нет не про а при да на зима да да восьмое там медина там перед глухим надо писать глухую согласную да и в этом слове максим правильно арстан пальтишку да мишку пальтишку уменьшительное да уменьшительные ласкательные слова домишка пальтишка зайчишка домашнее задание 55 упражнение я вам дала 55 еще три минуты у вас есть заканчиваете молодец молодец нет ни одна зима не так амирхан амирхан слово ненастный это одно слово ненастная погода например пасмурная да значение слова ненастная значит пасмурная погода например так безымянный бескорыстный я сказала убирайте там запятые видите каждая запятая значит другое слово а скобки надо убрать раскрыть скобки а вместо точек вставляем букву где точки обязательно буква есть а где вопросительный знак надо подумать или вставить или не надо молодец руслан проверяй медина да молодец правильно так заканчиваем так минутка осталась там есть буква дыми есть буква эс элизе перед звонким звонким надо написать да перед глухими глухой есть такое правило а мы на прошлых уроках еще другое правило в смысле з приставки не бывает значит надо писать эс даже перед звонкими так все да все молодцы успели как раз я рассчитала на да линара да так гульдана закончила все заканчивайте домашнее задание я вам дала все алика да все заканчивайте так ну давайте тогда выполним итог урок до свидания алим так все заканчивайте итог урока пока до свидания до свидания айназик агзам так понятно да нужно отправить своим учителям вы получите за эту работу оценку это у нас был словарный диктант так он был рассчитан на 12 минут как раз вы успели все дадиме что это как раз то что с оценку у и я и я ум как все выполнят им начали Продолжение следует...